Детский развлекательный центр Фантазия Алиночка производит впечатление серьезного ребенка, но это только для чужих людей. Конкурсантов мы привели в развлекательный центр Фантазия. Наше первое задание – нарисовать лесную картину при помощи трафаретов с животными и грибами. Андрей шаблоны оставил для дочери, а сам давай рисовать дерево, но не забыл объяснить, как пользоваться трафаретом. Держи одной рукой, а другой обводи вот этот грибок по краю. Сюжет придумал папа. Лесная речка, грибы, солнце и животные. А какие – это уж Софочке решать. Малышка выбрала медведя. А медведь должен быть? Каким цветом медведь должен быть? А какие медведи бывают? Бывают черные? Да. Бурые, коричневые? Да. Пока София обводит контур, папа рисует ягоды. Процесс раскрашивания медведя затянулся. Андрей решил изобразить белку. Дочка пыталась отвлечь папу разговорами. А Маша тут есть? Тут только медведь. Маши тут нет. А у меня есть конь, а там масса. Андрей на провокации не поддавался, а потому Софье все же пришлось похудожничать. За разговорами о природе, вкусовых пристрастиях ежиков, белочек и самой девочки рисунок оказался готов. И в финале конкурса ее увлеченность достигла такого уровня, что она даже обратила внимание, что она еще не обводила. Это признак высокой концентрации и хорошего переключения внимания. С папой они часто рисуют, разукрашивают вместе, поэтому я довольна. Александр стал папой Алины год назад и хорошо изучил дочку. А потому не очень рассчитывал, что рисунок получится, ведь Алина не особо любит рисовать. Но все же мужественно попытался ее заинтересовать. Вот так. Вот, видишь? Так, и ты давай, Владимир. Если бы это была лошадка, то Алина с удовольствием бы ее раскрасила. Она фанатка благородных животных. А вот медведя раскрашивать не захотела. Взялась за грибной трафарет. Давай грибок. Вот если грибочий, давай нарисуем. Вот он, грибочий. Давай маленький. Вот так будет. В этой паре дочка не стала рисовать по шаблону. На ее картине появились яблоки. Вероятно, для ежика. Александр нарисовал солнцем. Все, она сейчас все, когда на шоку перепробует. Однако Алина все же согласилась нарисовать ежа. Получше. Надолго запала не хватило. Папа расстроен. Почему не хочешь ничего делать? Давай как дома заниматься, давай. Но дочь непреклонна. Александр напоследок нарисовал дерево. Ну что ж, считаем, что работа выполнена. Папа Александр проявил терпение, так как темпы выполнения заданий у него с дочерью разные. Здесь нужно было просто подключить папе свое внимание к тому, что делает Алина, разрешить ей это. А потом переключить на то, что нужно сделать. Алина и Александр получают 7 баллов за процесс и 8 за результат. Андрей с Софией соперников обошли на одну очко по каждому из параметров. 15-17 в пользу Корчомкиных. Игра парочки обязательно должна реабилитировать семью Мурашка. Не пропустите. Партнер рубрики «Детский развлекательный центр «Фантазия» организует торжества, дни рождения и другие праздники. Вы чувствуете себя лучшими родителями, когда ваш ребенок счастлив.